Чистая от природы, прозрачная как слеза, на вкус приятная, особенно когда холодная. Ничто-то не утоляет жажду, как эта принципиально важная для человека жидкость. Жители города Невельска уже давно привыкли к тому, что ежедневно могут пользоваться водопроводной водой с такими свойствами, от которой зависит качество нашей жизни. Где находится этот источник и как ценная влага поставляется в наши дома, расскажем в нашем материале. Месторождение подземных пресных вод с уникальными свойствами было обнаружено в 4 километрах от Невельска в селе Придорожном еще в 70-х годах прошлого столетия. Каждые сутки за счет притока запасы подземных вод пополняются на 12 тысяч кубических метров. Показатели качества воды соответствуют санитарным нормам, что сравнимо с бутилированной водой. Именно поэтому в 1976 году здесь был построен водозабор Придорожное, а в 2011 году прошла полная его модернизация. Вместо пяти скважин, которые добывают воду из подземного озера, стало семь. Изменилась методика и оборудование по обеззараживанию воды, а в город вода подается сразу по двум ниткам водовода. Объект находится в оперативном управлении муниципального унитарного предприятия Невельские коммунальные сети. Технологическая схема работы водозабора Придорожное выглядит следующим образом. Семь скважин, каждая глубиной 30 метров от поверхности земли, при помощи насоса по разводительностью 60 кубометров в час, с глубины 24 метров производится забор воды. В постоянной работе находится до пяти скважин, из которых каждый час извлекается до 300 кубометров самой чистой воды. Несмотря на то, что ее можно пить сразу из скважины, вода постоянно проходит контроль качества и процедуру обеззараживания. Это очень важный процесс, который нужен, чтобы уберечь нас от опасной бактерии в виде часто встречающейся кишечной палочки и другой патогенной флоры. Питьевая вода должна быть безопасной для употребления. Вся вода из скважин по двум ниткам водовода подается в резервуар чистой воды объемом 400 кубометров. В нем происходит обеззараживание воды за счет подаваемого в него гипохлорита натрия. Это вещество можно получить из обычной поваренной соли путем электролиза. Для этого применяются электрогидролизные установки фирмы Siemens, которые в автоматическом режиме обеспечивают производство хлора с концентрацией 0,8%. Это безопасная норма содержания вещества, которого достаточно для проведения дезинфекции водопроводных сетей. Дополнительно для обеззараживания воды применяется установка ультрафиолетового излучения, которое воздействует на микроорганизмы. Не надо забывать, что есть большая система трубопроводов, которые металлические, железные. То есть там происходит, допустим, окисление воды, либо какие-то могут быть подсосы там чего-то. В домах очень многих старые еще водопроводные трубы. Ну то есть, чтобы до потребителя вода дошла хорошего качества, мы ее хлорируем, добавляем хлор, но небольшое количество. Далее эту воду необходимо доставить на станцию третьего подъема, которая находится при въезде в город. Ее трудно не заметить. Два огромных резервуара, каждой вместительностью до 700 кубов. Для этого на водозаборе предусмотрены мощные насосы, которые в круглосуточном режиме продавливают по двум ниткам водовода чистую воду, наполняя гигантские хранилища. От них вода поступает в городскую сеть. Здесь также стоят насосы подачи, производительностью 225 кубометров в час, обеспечивая стабильное давление водопроводной сети даже на самых окраинах города, например, в южном микрорайоне. В среднем город потребляет до 6000 тонн питьевой воды в сутки. Водозабор «Придорожная» относится к объектам жизнеобеспечения. Он должен работать, несмотря ни на какие погодные условия и стихийные бедствия. На территории водозабора есть дизель-электростанция, которая обеспечивает полную автономность работы объекта. Теперь перейдем непосредственно к показателям качества питьевой воды. Показатель номер один – водородный. Один из основных качественных характеристик воды. Он отражает кислотно-щелочной баланс и определяет, каким образом будут происходить те или иные биологические и химические процессы. Определяет состояние здоровья человека, его настроение и самочувствие. Средний уровень pH нашей подземной воды находится на отметке 7,1. Она близка нормальному показателю pH крови человека, который имеет значение 7,5. Именно поэтому для питьевой воды норму pH рассчитывают от 7 до 7,5. Благодаря чистой питьевой воде с нормальным показателем активности ионов водорода улучшаются обменные процессы в организме, увеличивается общая продолжительность жизни и оптимизируется обмен кислорода. Показатель номер два – жесткость. В нашей стране жесткость воды выражается в миллиграммах эквивалентах на литр. Допустимый предел жесткости воды для централизованного водоснабжения равен 7. Наша вода имеет значение на уровне единицы, а значит, она очень мягкая. Особенно на материке, знаете, кто ездил на материк, вода очень жесткая, белый налет, мыло не пенится, ну и все такое прочее. У нас такого нет. И мало того, кто покупает, допустим, посудомоечные машинки, там стиральные машинки. То есть я тоже могу сказать, что жесткость воды маленькая. То есть дополнительные какие-то для умягчения воды средства и препараты совершенно не обязательно покупать. Показатель номер три – окисляемость. Чем выше окисляемость воды, тем больше в ней находится продуктов разложения живой и неживой природы. Органические вещества в чистом виде не представляют угрозы для здоровья и жизни человека. Но они крайне вредны при взаимодействии с железом и марганцем, так как данный состав с трудом поддается фильтрации, препятствует дезинфекции и образует побочные продукты, негативно влияющие на пищеварительную и эндокринную системы человека. Норма окисляемости воды не должна превышать 5 мг на кубический дециметр. Наша вода имеет показатель в 5 раз меньше допустимой нормы. Показатель номер четыре – содержание железа. В России установлена предельно допустимая концентрация железа в воде – 0,3 мг на литр. Такая вода подходит для питья и других целей. Вода с большим содержанием железа имеет горьковатый вкус. Плохо влияет на кожу, она портит бытовую технику, провоцируя появление коррозии на стальных деталях. Содержание железа в воде, которую пьют невельчане – 0,03 мг кубических дециметров. Можно сказать, что его нет. Показатель номер пять – содержание нитратов и нитритов. Нитриты и нитраты в питьевой воде способны вызывать различные раздражения, неприятные и опасные аллергические реакции. Эти примеси оказывают угнетающее влияние на работу щитовидной железы, нарушают нормальное функционирование нервной системы. Нитраты создают благотворную среду в желудке для жизнедеятельности вредных микроорганизмов. Эта патогена микрофлора при развитии продуцирует яды, отравляющие организм. Нитриты препятствуют нормальному обмену веществ. В нашей питьевой воде эти вещества не обнаружены. Показатель номер шесть – содержание сульфатов. Сульфаты положительно влияют на организм человека, особенно на пищеварительную систему. Если в воде содержится более 25% сульфатов, то она является минеральной. Ею действительно можно лечиться. В нашей воде их концентрация незначительная, в 20 раз меньше допустимой нормы – 500 мг кубических дециметров. Если пить воду с избыточным содержанием сульфатов, то она будет оказывать слабительное действие на организм человека, тормозить его влияние на реакцию утоления жажды, приводить к увеличению нагрузки на кишечник. Показатель номер семь – содержание хлоридов. Хлорид – это самое распространенное химическое соединение, которое встречается в природных водах. Оно, прежде всего, влияет на вкус воды, делает ее соленой и горькой – 350 мг кубических дециметров. Именно такая допустимая норма суммарного содержания хлоридов в питьевой воде. Показатель нашей воды имеет значение от 27 до 38 мг, что почти в 10 раз меньше допустимой нормы. По органолептическим свойствам невельская вода не имеет запаха. Цветность в 20 раз, мутность в 3 раза ниже нормы. Вода водозабора придорожная считается безопасной и полезной. Виталий Войко, Евгений Арманенко, Невлески новости.